Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Диковинные подарки моря Странные шары появились на побережье Хэмптона, что на восточном побережье США в июне 2002 года. Приливная волна стала выносить несметное число таких зеленоватых шаров, мягких, отдаленно напоминающих губку и размером с мячик для тенниса или гольфа. На расстоянии примерно 300 метров или больше весь песчаный пляж буквально был усеян такими шарами. Тут же начались споры, что это и откуда. В дебаты оказались вовлеченными и биологи-маринисты, и отдыхающие на пляже, и случайные прохожие. «Прежде никто не видел здесь ничего подобного». «Я даже не могу определить, каково происхождение этой штуковины, животное или минеральное, или еще какое», — говорит одна из местных жительниц. «Не могут пока этого определить и участники научной морской программы из университета в Нью-Хэмпшире, с которыми местные журналисты связались по телефону. Им предстоит это явление еще только основательно исследовать». Местный биолог Эллен Геттель, которая как раз занимается морской флорой и фауной при природоохранном комитете Хэмптона, тщательно рассмотрела эти странные предметы. «Многие из них по форме идеально круглые, пахнут океаном, но у них нет характерного запаха морских водорослей. Мне они кажутся сделанными искусственно», — говорит Эллен. И, размышляя вслух, продолжает, что, может быть, они не сразу стали шарами, а их обкатало море, пока они двигались по океанскому дну в сторону берега. Это могли быть синтетические нитки, наподобие тех, из которых делают ковровое покрытие, но потом море скатало их в шары и вынесло на берег. В книгах по биологии моря госпожа Геттель не нашла ничего, что напоминало бы такие зеленоватые шары. А поговорив с местными рыбаками, пришла к заключению, что это какой-то вид морских водорослей. Если так, то ладно бы, но ученая-дама опасается, что если это все-таки пластик, какие-нибудь рыбы или морские животные могут проглотить шар. Если этот материал попадет, например, в желудок китам и будет накапливаться там, эти морские млекопитающие просто погибнут с голода. Ведь киты не способны переваривать такие шары. Они будут чувствовать, что желудок полон и перестанут питаться, рассуждает Геттель. Телени этого есть не станут, потому что этот материал рыбой не пахнет. Но некоторые рыбы могут оказаться достаточно глупыми, чтобы наглотаться неизвестно чего. Моё первое движение души, когда эти шары появились, было пойти и тотчас убрать все это с пляжей. У одного исследователя из фирмы Maptex, что в Вандовере, штат Массачусетс, есть другие идеи. Рассмотрев волокна под увеличительным стеклом, Кевин Тумбли предположил, «Это, я думаю, какой-то вид фитопланктона, свернувшегося в моток». Конечно, эти маленькие зеленые шары пока что остаются загадкой, но вряд ли надолго. Ученые непременно докопаются, что это такое. По крайней мере, они запросили образцы и полны решимости все изучить. Примерно в то же самое время, в июне 2002 года, на побережье американского штата Южная Каролина море выбросило какой-то серебристый шар диаметром около метра. Власти до сих пор не могут понять, что это такое. Идентифицировать находку уже пытались несколько авторитетных служб, но тщетно. Шар выглядит загадочно, словно прибыл из научно-фантастического фильма. В конце концов, шар прибило к берегу, и встревоженные жители вызвали полицию. Полиция огородила весь участок побережья и обратилась за помощью и к авиаторам, и к береговой охране, и к местной администрации. Те, в свою очередь, связались с НАСА и другими подобными ведомствами. Но ответа нет ни у кого. Может, какой-то плавучий прибор. Не исключено. Версию о принадлежности шара какой-нибудь землеройной компании отклонили довольно быстро. На шаре нет ни одного крючка или иного приспособления, позволяющего прикрепить к нему веревку, или кабель, или ленту, да и вообще что бы то ни было. Потом, в начале июля 2002 года, появилось сообщение информационного агентства Associated Press, что во время транспортировки шар раскололся надвое. Ну и это ничего не прояснило. Просто из него вылилось какое-то количество морской воды. «Ничего там не было зеленого или светящегося», — сказала Энн Грэм, начальник пожарной службы острова. «Может, шар просто пойдет на металлолом». Мария Сагнери, чье семейство обнаружил шар напротив своего пляжного домика на Пальмовом острове, рассказывает, что сначала домочадцы приняли его за большой пляжный мяч, но когда поплыли к нему, чтобы доставить на берег, то оказалось, он слишком тяжелый. Что до уфологов, то они, к великому своему сожалению, не успели даже взглянуть на находку. Шар увезли. Его назвали НПО — «Неопознанный плавающий объект». А это что-то новое в уфологии. Обстрел падающих звезд Космос и окрестности Солнечной системы насыщены большим количеством небесного мусора. Он представляет собой обломки твердых пород, подобных камню, куски льда и замороженных газов. Это могут быть астероиды или кометы, вращающиеся вокруг Солнца по сложным орбитам. Их размер колеблется от нескольких километров до миллиметра. Такие небесные объекты каждый день бомбардируют Землю. И только благодаря атмосфере они чаще всего сгорают, не долетая до поверхности планеты. За всю историю человечества едва ли наберется несколько случаев, когда небесный камень непосредственно попадал в человека, убив его. Но есть тела, достаточно большие, или движущиеся с колоссальной скоростью, не успевающие полностью сгореть, которые способны при ударе о земную поверхность вызвать огромные разрушения. Доказано, что космический объект размером с легковой автомобиль может разрушить целый город, оставив после удара кратер диаметром 10 километров. Хорошо сохранившийся кратер находится в Аризоне, США. Диаметр воронки – 1200, а глубина – 200 метров. Возраст этого кратера около 5000 лет. Более крупные и древние кратеры, разрушенные эрозией, различимы только из космоса. Удар метеора диаметром около километра сотрет с лица Земли почти все живое. Именно такой объект мог уничтожить динозавров. Американские ученые Рауп и Сепковски установили, что вымирание отдельных видов на Земле происходит периодически каждые 20 миллионов лет. Оказывается, целый ряд кратеров на поверхности Земли возникал с той же периодичностью, с какой периодичностью нашу планету бомбардировали космические тела. Последствия ударов небесных объектов мы можем наблюдать, взглянув на Луну. Именно они определили современный вид спутницы нашей планеты. Поверхность Земли могла бы выглядеть так же, если бы не атмосфера и не эрозия почвы, сглаживающие следы ударов пробивающихся метеоритов. Атакам подвергаются все планеты. Есть пугающие примеры. В 1994 году большая комета столкнулась с Юпитером. С помощью американского телескопа Хаббл удалось зафиксировать момент удара. При вхождении в атмосферу Юпитера температура ядра кометы достигала 20 тысяч градусов по Цельсию. В космос вырвался огромный огненный шар диаметром в тысячи километров. Аналогичный удар о Землю вызвал бы катастрофические разрушения. Мощные землетрясения прогремели бы повсюду на Земле, разрушая все и провоцируя извержение вулканов. Огромное облако пыли и пепла поднялось бы в атмосферу, создав парниковый эффект. Ядовитые газы, выпущенные в воздух, стали бы причиной кислотных дождей и разрушения озонового слоя. Наступила бы так называемая ядерная зима. История хранит свидетельства бомбардировки космическими объектами Земли. Хроники, например, повествуют о встрече Земли с кометой в 540 году нашей эры. «Все небо наполнилось огнем. Настоящая кровь проливалась с небес, вызывая повсюду смерть». Эти слова подтверждены более объективными доказательствами. Как известно, годовые кольца деревьев отмечают рост дерева. На ископаемых остатках деревьев, относящихся к годам, следующим за описанной выше катастрофой, эти кольца располагались значительно ближе друг к другу, фиксируя замедление в росте, вызванное холодным периодом. Исторические хроники отмечают также свирепствовавшие в то время неурожаи, голод и мор. Много ли существует космических объектов, потенциально способных врезаться в Землю? Как известно, вокруг Солнца вращается огромный пояс астероидов, самый большой из которых Церера, имеет диаметр около тысячи километров. Но, к счастью, орбиты этих небесных тел не всегда пролетают в окрестностях Земли. Самое большое небесное тело, пролетевшее вблизи нашей планеты, которое смогли зафиксировать астрономы за всю историю наблюдений, имело диаметр 25 километров. Однако следует учитывать, что достаточно мощные телескопы появились в распоряжении астрономов только в 20 веке. Насчитывается более тысячи астероидов диаметром свыше 2 километров, которые могут достигнуть опасной близости с нашей планетой. Небесных тел размером в 50 метров, способных разрушить средний город, насчитывается более миллиона. Какова же вероятность столкновения? Столкновения с объектами, достаточными, чтобы разрушить город, происходят, по крайней мере, 5 раз за столетие. Например, такая катастрофа имела место в джунглях Бразилии в 1930 году. Следует учитывать, что рано или поздно катастрофа может произойти в каком-нибудь густонаселенном месте. Падение космического странника в море менее опасно, но может вызвать мегацунами. Столкновения с более крупными астероидами, превосходящими 2 километра в диаметре, случаются гораздо реже, примерно один раз в миллион лет. Сегодня сотни людей в разных странах заняты поиском небесных объектов, грозящих столкновением с Землей. Опасность заключается в том, что небольшие тела до 50 метров в диаметре можно обнаружить только за неделю до их встречи с планетой. Как же мы можем предотвратить страшный удар? Существует две теоретические возможности. Первая — попытаться разрушить астероид с помощью ядерного оружия. Это предельно опасно. Если неверно произвести выстрел, астероид может рассыпаться на несколько меньших кусков, которые смертоносным дождем прольются на Землю. Вторая возможность — попытаться отклонить опасный объект от курса. Здесь на первый план выходит фактор времени, так как чем ближе объект подлетает к Земле, тем на больший угол его придется отклонять. Однако даже незначительная корректировка курса позволит избежать столкновений с Землей. Изменить же курс объекта возможно с помощью простой ракеты. Коварство болот Есть в Подмосковье озеро Долгое. О нем рассказывает геолог Флук. В мае мы делали на озере Промеры, а в июне я познакомился с летчиком сельскохозяйственной авиации. Он производил опыление как раз в том районе. Интересно, как выглядит Долгое с воздуха? Оно на вашей трассе? Долгое? Нет этого озера. Там теперь болото. Как это нет? Я в нем месяц назад купался. Но летчик стоял на своем. Недолго думая, мы оседлали коней и поехали к озеру. Его действительно не было. Мы увидели лишь густые заросли какого-то растения, похожего на алоэ. В воздухе, подхваченное ветром, кружились белые осыпающиеся лепестки его цветов. Как это озеро могло так быстро зарасти? Солнце зашло. Мы развели костер и улеглись спать. А утром... Что за наваждение? Вот это маскировка. Летчик даже рассердился. Перед нами было чистое водное зеркало. Через прозрачный полутораметровый слой воды виднелось дно, сплошь заросшее зелеными кустиками. Это телорез. Растения, поднимающиеся на поверхность воды во время цветения. Происходит это потому, что в листьях и стеблях накапливается углекислый газ, и телорез становится легче воды. На солнце он утяжеляется. У растения образуются плоды, запасы крахмала в нем увеличиваются, и растение снова опускается на дно. На этом дело не кончается. К осени количество углекислого газа в листьях и стеблях опять увеличивается, растение снова всплывает. Накопив крахмал, оно вторично опускается на дно. Зимовать. Так маскируется озеро, которому еще далеко до старости. Пока оно молодо, вода в нем чистая, прозрачная. Не поселился еще в нем враг, мох-торфяник. Но каждый год потоки дождевой воды и речки, впадающие в озеро, приносят песок, глину, ил. Постепенно оно все больше мелеет. Поверхность озера покрывается зеленью. Идут годы, и все меньше остается открытых участков с чистой водой. Умирая, растения и животные падают на дно. Так приходит старость озера. Оно превращается в болото. На месте глубокой воды появляются кочки, густой камыш, тростник. Среди них разбросаны островки, покрытые густой травой, яркими цветами. Только встанешь на такой островок, и ноги начинают погружаться в густую цепкую грязь. Под коварными островками топь. Особенно опасные коварные болота, образующиеся на заливных лугах. Обманутый видом песчаных полос на таком болоте, человек делает несколько шагов, и его быстро затягивает трясина. Выбравшись из глубокого леса, пишет писатель Мельников-Печерский, где сухой валежник и гниющий буреломник высокими кострами навалены на сырой полотистой почве, путник вдруг, как бы по волшебному мановению, встречает перед собой цветущую поляну. Она так весело глядит на него, широко, раздольно расстилаясь среди красноствольных сосен и темнохвойных елей, ровная, гладкая. Она густо заросла сочной свежей зеленью и усеяна крупными бирюзовыми незабудками, благоухающими белыми кувшинками и ярко-желтыми купавками. Луговина так и манит к себе путника. Сладко на ней отдохнуть усталому, притомленному, понежиться на душистой, ослепительно сверкающей изумрудной зелени. Но пропасть ему, если ступит он на эту заколдованную поляну. Изумрудная чаруса с ее красивыми, благоухающими цветами, с ее сочной, свежей зеленью, тонкий травяной ковер, раскинутый на поверхности бездонного озера. У лесников чаруса словет местом нечистым, заколдованным. Они рассказывают, что на тех чарусах по ночам бесовые огни горят, ровно свечи теплятся. Известно много правдивых рассказов о том, насколько опасны для человека такие места. Если вам случится ходить по болотам, не забудьте взять с собой длинную палку. Провалившись в трясину, надо скорее лечь и, опираясь на палку, постараться спокойно, без рывков, вытащить одну за другой ноги. Исследуя эти гиблые места, ученые объяснили загадку топи. Под чарусы скрываются так называемые гидрологические окна, глубокие провалы в земной коре, заполненные песком и водой. Твердой породы тут нет. Нашли свое объяснение и болотные бесовые огни. Как оказалось, за ними скрывается совсем простое природное явление. А между тем оно и в наши дни порой пугает суеверных людей. Я впервые услышал о болотных огнях от своего отца, большого любителя загадочных историй. Помню, как в один из зимних дней он прочитал мне и моим школьным друзьям историю, приключившуюся еще в прошлом веке с одним молодым парнем, гимназистом. Прошлым летом я отдыхал у своего товарища по гимназии в Черниговской губернии. Лето было холодное и дождливое. Целыми днями мы сидели дома, тоскливо глядя в окна. Мелкий, непрекращающийся дождь отбивал всякую охоту куда-то пойти или поехать. А картина, открывавшаяся из окна дома, настраивала на еще более печальный лад. Невдалеке, у опушки чахлого леса, виднелось деревенское кладбище. Рядом протекала небольшая речка. В весеннее время она заливала кладбище, размывала старые могилы. Как-то раз, после обычного пасмурного и ненастного дня, наступила прекрасная лунная ночь. Такие ночи бывают только на Украине. От дождей во дворе было еще очень сыро, и мы любовались прекрасной ночью, сидя на балконе дома. Все принялись рассказывать, и у каждого в запасе оказалось достаточно всяких сказок. Говорили о привидениях, являющихся в старом доме соседней усадьбы, о мертвецах, по ночам встающих из гробов, о проказах домового, да мало ли еще о чем. Иные рассказчики простотушно верили этим выдумкам, другие же умели показать и обратную сторону. Страшный рассказ оканчивали самым неожиданным образом. Все привидения и чудеса сводились к какому-нибудь простому недоразумению. Наконец темы истощились, и все приумолкли. «А что, молодой человек», — сказал вдруг хозяин, обращаясь ко мне, «согласились бы вы теперь, наслушавшись всякой чепухи, отправиться на кладбище?» Все взоры обратились на меня. «Наверное, думали, что я, молодой человек, гимназист всего лишь пятого класса, откажусь от такого предложения». Сердце у меня ёкнуло, но я ответил, «Отчего же?» «С удовольствием». Я считал малодушным отказываться от принятого решения и тотчас же отправился в путь. Вышел за ворота и повернул по направлению к кладбищу, не испытывая ни малейшего страха. До леса я добрался благополучно, но когда пришлось плестись по болоту, я завязнул по колено и чуть было не вернулся назад. Если бы не луна, которая освещала все кочки и трясины, неизбежно погиб бы в болоте. Добравшись до кладбища, я хотел уже отправиться обратно, но вдруг в трех сажениях передо мной показалась длинная прозрачная фигура какого-то существа. С распростертыми руками оно стояло на месте. Я никогда не верил в привидения и с улыбкой слушал повести через чур доверчивых рассказчиков. Но теперь привидение стояло передо мной. Мысли мои перепутались. Я ни минуты не сомневался в действительности страшного призрака. Дрожа от волнения, я повернул назад и двинулся по кочкам, не смея оглянуться назад. А вось, думалось мне, оно пропадет. На середине болота возвышался небольшой остров, совершенно сухой. Он был покрыт молодым березняком. Добравшись до этого места, я не утерпел и оглянулся. Какой же был мой ужас, когда в пяти шагах я увидел то же самое страшное привидение. Оно махало теперь руками, и лес, озаренный луной, сквозил через него. Я был уже не в силах владеть собой. Подул ветерок, привидение заколыхалось, задрожало и опять замерло. Я стоял на месте, точно прикованный. Ноги отказались повиноваться мне. Как прошел я остаток болота, не помню. Достигнув твердой земли, я опять не утерпел и оглянулся. Привидение двигалось следом за мной. Тут уж я не выдержал, и сколько хватило сил, бросился бежать. Можно себе представить ужасу и верного человека от такой встречи. Между тем причина, вызывающая болотные призраки, как уже сказано, совсем проста. Каждый знает, что различные тела загораются при разной температуре. Но есть и такие вещества, которые самовоспламеняются. К их числу относятся химическое соединение фосфора и водорода. Фосфористый водород – газ с запахом тухлой рыбы. Он вспыхивает и горит светлым пламенем, когда попадает на воздух. На болотах, а также на кладбищах, в заболоченных низинах, этот газ образуется в результате гниения растительных и животных организмов. Вот почему в таких местах можно увидеть это явление. То гаснут, то вспыхивают в разных местах, колышутся бледные огоньки, которые старой поверье связывали с непрекаянными душами мертвецов. Выходящий из-под земли фосфористый водород самовоспламеняется и сгорает на воздухе. Так просто и естественно выглядит это таинственное явление природы после того, как мы узнаем его происхождение. Ужас зыбучих песков На Аляске есть очень красивое место. Фьорд Тарнеген В 1988 году двое туристов, супруги Диксон, решили покататься вдоль берега во время отлива. Машина застряла в песке. Адриана Диксон вышла из автомобиля и мгновенно провалилась в грунт по колено. Муж пытался вытащить женщину, но, промучившись несколько часов, так и не сумел освободить ее из капкана. Песок спрессовался и держал ноги наподобие цемента. Диксон вызвал спасателей, но во фьорде уже поднималась вода. Начался прилив. Спасти попавшую в зыбучие пески не удалось. Несчастная утонула. Зыбучий песок — это подвижная песчаная поверхность, способная засосать любой предмет. Скорость засасывания зависит от структуры песка, массы и объема постороннего предмета и колеблется от нескольких минут до нескольких месяцев. Существует масса легенд и жутких историй, связанных с зыбучими песками. Большая часть из них объективно отражает страшную опасность, таящуюся под поверхностью песка, на первый взгляд кажущейся такой безобидной. В 2000 году Национальное географическое общество США выпустило кинофильм о зыбучих песках, снятый в традиции голливудских фильмов ужасов, после просмотра которого вряд ли вы захотите загорать даже на благоустроенном песчаном пляже. Большая часть легенд о зыбучих песках зародилась в Англии, на морских побережьях, где на протяжении веков существовали опасные участки, затягивающие человека или животное, неосторожно ступившего на предательскую поверхность. Вот отрывок из романа Уилки Коллинза «Лунный камень». Между двумя скалами лежат самые ужасные зыбучие пески на всем Йоркширском побережье. Во время прилива и отлива что-то происходит в их глубине, заставляя всю поверхность песков колебаться самым необычным образом. Уединенное и страшное место. Ни одна лодка не осмеливается входить в эту бухту. Даже птицы улетают подальше от зыбучих песков. Начался прилив, и страшный песок стал содрогаться. Коричневая масса его медленно поднималась, а потом вся она задрожала. Еще в XIX веке большая часть таких опасных мест в Англии была засыпана и уничтожена. В настоящее время в густонаселенных районах зыбучих песков нет. До сих пор ученые не поняли до конца природу этого опасного явления. Некоторые исследователи считают, что способность к засасыванию определяется особой формой песчинок. По одной из гипотез, выдвинутой российским физиком Виталием Фроловым, механизм действий зыбучих песков обусловлен электрическими эффектами, в результате которых между песчинками уменьшается трение и песок становится текучим. Если текучесть распространяется на глубину нескольких метров, грунт становится вязким и засасывают любое массивное тело, попавшее в него. Американский геолог Джордж Кларк из Канзасского университета много лет исследовал уникальное явление и пришел к выводу, что зыбучий — это обыкновенный песок, перемешанный с водой и имеющий некоторые свойства жидкой среды. По мнению Кларка, зыбучесть — не явление природы, а особое состояние песка. Последнее возникает, например, на поверхности, периодически заливаемой приливом или, если под массивом песка, протекает подземная река. Обычно зыбучие пески располагаются в холмистой местности, где подземные потоки воды часто меняют направление и могут подняться к поверхности или уйти вглубь. Когда водный поток поднимается, внешне это никак не проявляется, хотя поверхность земли неожиданно становится очень опасной. Так произошло в Англии, в Арнсайде в 1999 году, когда на глазах у родителей песок засосал по пояс четырехлетнего сынишку. К счастью, спасатели подоспели вовремя, и трагедии удалось избежать. Арнсайд расположен неподалеку от залива Моркембе, славящегося высокими приливами. Во время отлива вода отступает на 11 километров, и песчаное дно залива обнажается. Смельчаки, рискнувшие ступить на этот песок, кажущиеся твердой почвой, мгновенно засасываются. Ноги оказываются стиснутыми затвердевшей массой и вытащить их без посторонней помощи. Невозможно. Если вовремя этого не сделать, человек погибает под водой прилива, как это произошло с Адрианой Диксон. Не только заливаемые водами прилива пляжи, но и берега некоторых рек иногда таят невидимую опасность. Печальную известность у моряков получил остров Сэйбл, расположенный в Атлантическом океане в 180 километрах от побережья Канады, вблизи которого много рифов. Из-за чего морские суда случалось, терпели там катастрофу и бывали выброшены на берег. Через несколько месяцев песок без следа засасывал обломки кораблекрушения. Очень много опасных песчаных плавунов на Аляске. Самый длинный из фьордов полуострова, сплошь заполненный зыбучим песком, тянется на 150 километров. Есть зыбучие пески в Сахаре, одной из самых засушливых и безжизненных пустынь планеты. Там бесследно исчезают целые караваны. Кочевники племени туарегов рассказывают о душераздирающих воплях, доносящихся по ночам из-под земли. Они верят, что это стонут души людей, поглощенных алчным чревом пустыни. Недавно российские ученые сделали открытие на основании фотоснимков земной поверхности, полученных со спутника. Под пустыней протекает мощная подземная река. Возможно, воды этого потока и придают некоторым местам пустыни свойство зыбучести. Сложно даже приблизительно оценить число жертв смертоносных песков. Во всяком случае, оно превышает тысячи, а может быть и десятки тысяч. В 1692 году на Ямайке зыбучие пески поглотили целый район города Порт-Ройала. Тогда погибло свыше двух тысяч человек. Порт-Ройал был очень большим, богатым портом, где находился крупнейший невольничий рынок. С 1674 года по назначению короля Англии Карла II мэром города стал знаменитый пират Генри Морган. Однако место для строительства города было выбрано крайне неудачно. Порт-Ройал располагался на 16-километровой песчаной косе. Ее верхний слой до сих пор пропитан водой, а ниже находится смесь гравия, песка и осколков скальной породы. 7 июня 1692 года началось землетрясение, и песок под городом неожиданно начал засасывать строения и людей. В исторических хрониках сохранились описания трагедии. Некоторые жители города мгновенно проваливались под землю, других засасывало по колено или до пояса. После окончания землетрясения, длившегося шесть минут, песок мгновенно превратился в твердую массу, напоминавшую цемент, которая крепко зажала людей в своих тисках. Несчастные задыхались, заживо замурованные в земле. Большинство так и погибло, не в силах выбраться. Их торчащие из песка торсы объели одичавшие собаки. Еще в XIX веке на месте погребенного города из песка торчали остатки стен провалившихся домов. Но в 1907 году произошло очередное землетрясение, поглотившее эти свидетельства трагедии. Поющие барханы В долине реки Ильи, недалеко от Алматы, есть поющий бархан. Поет он, конечно, не очень-то музыкально, но голос у него сильный. Иногда он слышен за несколько километров. Люди, посетившие это любопытное место, рассказывают, если в безветренный день подняться на вершину бархана и сбежать по его склону вниз, возникает громкий, необычный звук, напоминающий рокот двигателей летящего самолета. Когда дует ветер, осыпающиеся с вершины бархана песчинки тоже начинают петь. С поющими песками можно встретиться и на берегах Кольского полуострова, на пляжах Рижского взморья, в долинах Лены и Велюя, на озере Байкал. Порой такой песок издает самые неожиданные звуки. Под ногами идущего человека слышится «собачий лай», звон натянутой струны. В Калифорнии песчаные горы временами громко плачут и стонут. Особенно сильное впечатление от пения песка в пустынных местах. Нередко там звучат обширные площади движущихся песков. Кажется, будто поет вся пустыня. У многих народов бытуют легенды об этом таинственном звучании. В них повествуется о том, что в прибрежных песках поют прекрасные сирены, которые завлекают моряков, чтобы погубить их на прибрежных скалах, и о том, что это звучат занесенные песками города и о заточенных под землей злых духах. У Джека Лондона в романе «Сердца трех» есть такой эпизод. Каждый шаг по песку вызывал целую какафонию звуков. Люди замирали на месте. Замирало все вокруг. Но стоило сделать хотя бы шаг, и песок снова начинал петь. «Когда боги смеются, берегитесь!» предостерегающий воскликнул старик. Он начертил пальцем круг на песке, и пока он чертил, песок выл и визжал. Затем старик опустился на колени, песок взревел и затрубил. Пион, по примеру отца, тоже вступил в грохочущий круг, внутри которого старик указательным пальцем выводил какие-то каббалистические фигуры и знаки, и при этом песок выл и визжал. Что же заставляет пески звучать? Об этом нет единого мнения. Некоторые ученые считают, что звук рождается при трении множества песчинок друг о друга. Песчинки покрыты тонким налетом соединений кальция и магния. Звуки возникают наподобие того, как если по струнам скрипки проводят смычком, натертым канифолью. Другие исследователи полагают, что основная причина песчаного пения — движение воздуха в промежутках между песчинками. Когда бархан осыпается, промежутки между песчинками то увеличиваются, то уменьшаются, воздух то проникает в них, то выходит из них. При этом и возникают звуковые колебания воздуха. Есть и такое предположение. Звучание песков вызывается подземными водами. Но, пожалуй, скорее всего, правильно иное. Звуки объясняются электризацией песка. Благодаря трению песчинки поющей горы заряжаются разноименными электрическими зарядами и начинают отталкиваться одна от другой. А это вызывает звуки. Советскому ученому Рыжко в свое время удалось искусственно получить такой звучащий песок. Он взял обычный речной песок, просушил, очистил его от пыли, удалил из него все посторонние примеси и затем наэлектризовал при помощи обычной электрофорной машины. «Немой песок» зазвучал. При нажиме на него рукой он издавал скрипящие звуки. Звучат пески только при определенных условиях. Способен петь лишь очень чистый кварцевый песок диаметром в 0,3-0,5 мм. В сырую же погоду, после дождя, пески молчат. Камни катятся сами. Долина Смерти один из самых популярных в Калифорнии национальных заповедников. И во многом причина этого загадочное движение камней по дну высохшего озера Рестрекплая. Эти знаменитые камни преодолевают немалые расстояния по твердой поверхности бывшего озера, причем кажется, будто делают это они по собственному желанию. Камни отличаются друг от друга по размеру. От мелких булыжников до валунов в полтонны весом. И оставляемые ими следы соответственно разнятся по форме и длине. Долгие годы странствующие булыжники заставляли ученых лишь недоуменно пожимать плечами. Однако в 1968 году доктор Роберт Шарп и доктор Дуайт Кейри из Калифорнийского технологического института приступили к работе по изучению этого феномена. Наблюдения длились 7 лет. В конце концов, ученые пришли к выводу, что движение камней можно объяснить периодически возникающими подходящими для этого погодными условиями, состоянием почвы после дождей и появлением сильных ветров, следующих за дождями. Вот что писал по этому поводу доктор Кейри. «Ветер может поднять булыжник и заставить его двигаться. Он движется вместе со скользкой грязью по твердой поверхности. Он проходит по плоскому дну со скоростью двух футов в секунду. Фут равен примерно тридцати трём сантиметрам. А после того, как преодолел сотню или две сотни футов, как бы останавливается отдохнуть. Ветер стихает». Я полагаю, что причиной такого разнообразия следов булыжников являются прежде всего изменения в направлении ветра, пока камень движется. Вплоть до совсем недавнего времени этот механизм был принят в качестве объяснения странной подвижности камней в долине смерти. Но в 1995 году геолог Джон Рейт из Хемпширского колледжа в Амхерсте, штат Массачусетс, предложил альтернативное решение. Он сообщил, что четыре года назад привез в долину группу студентов именно в то время, когда сложились погодные условия, предложенные Шарпом и Кейри, как необходимые и достаточные для движения камней. Несмотря на то, что Рейт и его студенты скользили по поверхности озера, едва удерживаясь от падения, камни упрямо не желали даже шелохнуться. В связи с этим Рейт предположил, что камни действительно станут двигаться при сильном ветре, но только если их покрывает лед, нечто вроде ледяной оболочки. Низкий коэффициент трения льда снижает сопротивление движению, естественное для шероховатой и зубчатой поверхности. Словом, это загадочное явление станет понятным лишь тогда, когда механизм движения камней будет изучен и описан с тщательностью, пока еще недоступны исследователям. Зловещее дыхание недр На одном из островов в Терренском море у берегов Италии есть гора с глубоким провалом на вершине. Это обитель древнеримского бога огня по имени Вулкан. Он очень трудолюбив. Его любимое занятие кузнечное дело. Приходя в свою кузницу, Вулкан увлекается работой и даже не замечает, что дым и пламя вырываются из вершины горы, наводя ужас на обитателей земли и вызывая у них панику. Так гласит легенда. В ней много истинного дым, пламя, паника, ужас. Одно из впечатляющих описаний деятельности вулкана оставил потомкам естествоиспытатель Александр Гумбольд. В конце 17 века он был свидетелем извержения в Рио-Бамбе, Эквадор. Тогда совсем рядом с горой разверзлась почва и большие дома погрузились в землю без малейшего повреждения. Так что обитатели их, живые и невредимые, могли отворять во внутренних комнатах двери и два дня ожидали, пока их освободили. Уходящий век был богат на подарки от бога вулкана. Все происходило, как в известном стихотворении Вероники Тушновой. «Поглощали сушу моря, из морей поднимались горы». Однако причины появления того, что мы привыкли называть вулканами, до сих пор не имеют единого толкования. А в недалеком прошлом, на заре XX века, вулканы казались уже давно безопасными, экзотическими порождениями природы. К примеру, на острове Мартиника в Карибском море находился портовый городок Сан-Пьер, а рядом с ним постоянно курился вулкан Мон-Пеле. На красивую гору устремлялись приезжие путешественники. На самом краю кратера устраивали веселые пикники. Когда весной 1902 года жители городка услышали отдаленные подземные раскаты и увидели, что столб дыма увеличился, они поначалу не придали этому особого значения. Волнение проявили животные. Из расселен уползали змеи, покидали насиженные места птицы. Моряки, проходивших мимо судов, стали замечать, что в полный штиль, вдруг откуда ни возьмись, появлялись глубинные волны, потеплела вода. Надо было думать о приближающейся угрозе жизни на острове. Но в городе намечались выборы, и власти приняли решение, ни один избиратель не должен покинуть город. Катастрофа произошла спустя три дня после этого решения, когда потоки лавы обрушились на город, уничтожая все на своем пути. За несколько минут погибли 28 тысяч человек. Спасся случайно лишь один человек, сидевший за некую провинность в тюрьме с толстыми стенами. 1923 год. Пляж в Хаяма, Блистокео. Один их теолог заметил у берега глубоководную усатую треску. Это было плохим знаком. Живые существа почуяли беду. Через два дня землетрясения погубило 150 тысяч человек. 1943 год, февраль. Мексиканский поселок Парикутин. Индеец Пулидо работал в саду. Неожиданно из-под его ног вылетел кусок земли. В почве появилась расселена, из которой пошел дым. Щель с каждой минутой увеличивалась. Индеец побежал по направлению к поселку, а на том месте, где только что находился человек, земля разверзлась. Через месяц началось грандиозное извержение вулкана Парикутина. Вулкан покрыл землю слоем пепла толщиной 150 метров. Он залил лавой поселок Сан-Хуан, оставив от него лишь колокольню. 1953 год. Ноябрь. У южного берега Исландии моряки рыболовного судна Ислейфур увидели в дыму рождение нового острова. Сначала его появление засек радар. Буквально на глазах, в центре огромного облака, из земли возникало нечто. Все это сопровождалось грохотом и дымом. Буквально через сутки в море появился остров длиной несколько сотен метров и высотой 10 метров. В результате июльского землетрясения 1976 года в Джакарте от одного из островов Индонезийского архипелага, известного красотами природы и древними храмами, остались развалины. На северном побережье острова оказался стертым с лица земли город Серерит с населением 50 тысяч человек. Эпицентр филиппинского землетрясения 1976 года находился в море. Десятиметровый водяной вал, рожденный сдвигами морского дна, смыл с побережья не одну хижину островитян. И, наконец, знаменитое землетрясение силой 12 баллов в Гватемале, когда одновременно выбрасывали огненную лаву и пепел сразу три вулкана. Результат десятки тысяч погибших. Шестая часть населения осталась без крова. Знаменитый путешественник Турхейрдал был в те дни в Гватемале. Он писал позднее «Я думал, что это конец света». В том же ряду катастроф нельзя не вспомнить о вулканическом чуде о двух головах. Так назвали вулканологи двойное извержение, произошедшее на Камчатском полуострове в ночь на 1 января 1997 года. Это редчайший случай, просто какое-то чудо природы, случившееся на рубеже двух веков. В один час в одной местности произошло извержение сразу двух вулканов. Директор Дальневосточного института вулканологии Академик Федоров высказал предположение, что подобное может происходить при рождении новых вулканических островов. Народная молва, склонная во всем видеть предзнаменование, поспешила выдвинуть мистическую версию. Это сама природа хотела о чем-то предупредить человечество. Ведь на рубеже столетий всегда происходят фантастические явления. Своенравные водоемы Пропадающие озера Весьма любопытные озера, которые словно играют в прятки, то исчезая с лица земли, то снова появляясь. Весной, благодаря обилию талых вод, они разливаются, а летом начинают мелеть и вдруг совсем исчезают. В нашей стране есть несколько таких водоемов. В районе между Онежским и Белым озерами, а также в Нижегородской, Новгородской и Ленинградской областях. Весной и в начале лета эти водоемы ничем особенно не отличаются от своих собратьев. Хотя, если приглядеться в совершенно безветренную погоду, когда поверхность обычных озер спокойна, у них она рябит и волнуется, а ближе к центру возникает нечто вроде круговорота. Это происходит потому, что на дне водоемов имеются глубокие воронкообразные ямы, в которые, закручиваясь спиралью уходит вода. После половодья, когда приток талых вод ослабевает, уровень воды в этих озерах спадает. Они быстро мелеют, сначала появляются и растут островки, затем обнажается дно. И, наконец, наступает момент, когда водоемы попросту исчезают. В наиболее засушливые годы на их месте люди пасут скот и косят траву. Самые известные из пропадающих водоемов Шимозеро, Куштозеро и Озеро Сухое. Первое исчезает в августе, второе в июле, третье в сентябре. Озеро Сухое, к примеру, сообщается подземным ходом с Эльменем, а Куштозеро с Анежским. Бывало так, что выпущенную в сухом щуку с серегой или радиодатчиком вылавливали потом в Эльмене. Ученые объясняют исчезновение подобных озер чисто геологическими причинами. Находятся эти водоемы в районе карстовых пещер и питают подземные озера, а также различные родники и источники. Иногда на месте воронок случается обвал, и тогда слив закупоривается. В таких случаях водоемы могут просуществовать неизменными в течение нескольких лет, но в конце концов вода все же растворяет известняковые и доломитовые породы и промывает себе новый путь в подземелье. Необычное содержимое Некоторые из природных озер наполнены столь необычным содержимым, что остается только удивляться капризам природы. Взять хотя бы озеро Тринидад, расположенное в полусотне километров от северной части Венесуэлы, близ поселения Ла Бреа, и наполненное настоящим асфальтом. Находится озеро в кратере бывшего грязевого вулкана, глубина его 90 метров, а площадь 46 гектаров. Выходя из недр земли через жерло вулкана, залегающая на больших глубинах нефть, теряет летучие вещества, в результате чего превращается в асфальт. Все это происходит в центре озерной котловины, в местечке, именуемом Мать-озеро. До 150 тысяч тонн асфальта, идущего на строительные нужды, добывают в Мать-озере, но запасы его неисчерпаемы. Человек может спокойно ходить по поверхности озера, за исключением его центра, не боясь сгинуть в вязкой массе. Но оставаться надолго и задерживаться на одном месте без движения нельзя. Толща асфальта начинает затягиваться. Любой предмет, оставленный на поверхности озера, через некоторое время исчезает в черной бездне. Ученые, исследовавшие недра асфальтового озера, обнаружили целое кладбище доисторических животных, кости мастодонтов, вымерших в ледниковый период, и даже останки древних ящеров. Имеются запасы асфальта и в славящемся своими целебными свойствами Мертвом море. О его чрезвычайной солености и уникальном составе воды знают многие, однако об асфальтовых залежах доводилось слышать далеко не каждому. Скопления асфальта по виду напоминающего смолу время от времени всплывают на поверхность и выбрасываются волнами на берег. Добыча асфальта в Мертвом море ведется с древнейших времен. Применяется он в разных отраслях промышленности для строительства дорог, смоления судов, получения всевозможных химических продуктов. До середины 20 века считалось, что район Мертвого моря практически единственный поставщик асфальта во всем мире, и лишь в 50-х годах прошлого века были открыты и разработаны новые месторождения. Самые горячие и взрывчатые Возле Красного моря на Синайском полуострове есть одно удивительное озеро. Оно отделено от моря широкой перемычкой из окаменевшего ракушечника. В верхних слоях озера обитают морские рыбы и прочие представители фауны. На мелководье растут водоросли голубовато-зеленого цвета. А удивительным в этом озере является его температура. У поверхности температура воды почти круглый год неизменно равна плюс 16 градусам Цельсия. На глубине 6 и более метров она колеблется от плюс 48 градусов зимой до плюс 60 градусов летом. Из-за этого вся живность предпочитает селиться в верхнем слое. Отличаются верхние и нижние ярусы и по солености. Наверху она равна 42-43 промилле, а возле дна вдвое насыщеннее. Есть в мире и другие горячие соленые озера, однако ни в одном из них не наблюдается столь удивительного распределения солености и температуры по вертикали. Самый теплый в стране вечных морозов водоем находится в Антарктиде. Толщина льда, покрывающая озеро Ванда, равна 4 метрам. Прямо подо льдом вода пресная, а на глубине уже соленая. Даже в самые лютые морозы, достигающие минус 50-70 градусов Цельсия, температура воды подо льдом не опускается ниже плюс 6 градусов, а на дне, на 70-метровой глубине, она составляет плюс 25, плюс 28 градусов Цельсия, словно в каком-нибудь Южном море. Самое удивительное, что на дне этого водоема нет никаких горячих источников. Секрет Ванды, по мнению ученых, состоит в том, что озеро является своеобразным гигантским термосом. Его кристально чистые и прозрачные воды, в которых отсутствуют какие-либо микроорганизмы, хорошо прогреваются солнцем сквозь преломляющие солнечные лучи линзу льда. Наиболее теплыми оказываются глубинные воды, которые из-за своей солености, большей плотности и тяжести остаются внизу и не перемешиваются с верхними слоями. Красивейшее озеро Бусумтви находится в республике Гана, в тропических африканских лесах, километрах в 30 на юго-восток от города Кумаси. Оно известно как самый непредсказуемый водоем в мире. Бусумтви имеет форму правильного круга, словно кто-то исполинским циркулем прочертил окружность и вырыл здесь яму глубиной около 400 метров и диаметром 7 километров. Цвет в озере голубоватый. Кое-где вдоль берегов джунгли расступаются и образуют поляны, на которых находятся небольшие поселения. В озеро впадает несколько горных речушек, но ни одна река из него не вытекает. Видимо, поэтому уровень воды в нем неуклонно повышается, постепенно затапливая находящиеся на берегу поселки. Но больше всего босомтви потрясает людей своим взрывным нравом. Многие месяцы оно хранит тишину и спокойствие, как вдруг неожиданно взрывается. В глубине его словно бы лопается гигантский воздушный пузырь, вверх взлетают огромные каскады воды, поверхность озера кипит и бушует. Постепенно босомтви успокаивается. Из-за таких взрывов гибнет много рыбы и аборигены с очками собирают ее. Ученые полагают, что причиной взрывов являются донные отложения, в которых происходит распад органических веществ. Выделяющиеся газы накапливаются до максимального предела, а затем бурно вырываются из недр озера. Для географов босомтви настоящая загадка. Одни исследователи считают, что озеро образовалось в результате падения на землю антивещества, не оставившего после себя никаких осколков и обломков. И, наконец, самая правдоподобная версия – это образование босомтви в результате вулканической деятельности. Вполне вероятно, что находящееся в горном районе озеро занимает дно разрушенного конуса вулкана, существовавшего в древние времена. Скрывающие тайну происхождения Озеро Могильное, расположенное на острове Кильдин близ Кольского полуострова, считается самым слоеным в мире водоемом. Уровень воды в озере несколько выше уровня моря, несмотря на то, что от моря оно отделено всего лишь гравийно-песчаной перемычкой. Напоминающий слоеный пирог водоем делится на пять совершенно самостоятельных, не похожих друг на друга ярусов этажей. Самый нижний ярус, располагающийся на глубине 17 метров, заполнен жидким илом. Здесь гниют органические остатки, поступающие с верхних этажей. Слой этот является мертвым, лишенным кислорода, зато в больших количествах там представлен сероводород. Единственные обитатели первого яруса некоторые виды бактерий. На втором этаже царит вечный полумрак. Вода насыщена бактериями пурпурного оттенка, окрашивающими ее в вишнево-розовый цвет. Эти бактерии активно поглощают и окисляют поступающий снизу сероводород, благодаря чему смертельно опасный газ не проходит в верхние ярусы. В третьем снизу слое вовсю кипит жизнь. Есть на этом этаже морские звезды, ежи и рачки, а также особый вид трески, именуемый Кельдинской, в честь острова. Четвертый этаж переходная зона. Вода в нем умеренно солоновата, морских обитателей нет. Зато пятый, самый верхний слой заполнен пресной водой, холодной и прозрачной. Там живут многочисленные обитатели, типичные для арктических водоемов. Могильное озеро является одним из древнейших. Оно пережило несколько геологических эпох и сохранило некоторые виды живых существ, давно исчезнувших в соседнем Баренцевом море. Исследователи до сих пор не знают, как возникло это озеро и почему оно делится на слои. Есть на территории России самый безжизненный водоем, в котором, казалось бы, имеется прекрасные условия для существования всевозможной живности. Это озеро пустое, расположенное в районе Кузнецкого Алатау. Все водоемы вокруг кишат рыбой, а в пустом ничего нет, несмотря на то, что озера соединены реками. Исследователи не раз пытались заселить странный водоем различными видами рыб, отдавая предпочтение наиболее неприхотливым. Но ничего из этого не вышло, рыба не прижилась. Пусть такое и осталось пустым, и никто не может объяснить, каким образом возник и почему до сих пор лишен всякой жизни этот загадочный остров. А вот самым опасным водоемом на нашей планете по праву считается озеро смерти, находящееся на острове Сицилия. Все берега и воды его лишены какой бы то ни было растительности и живности, а купаться в нем смертельно опасно. Любое живое существо, попавшее в это страшное озеро, моментально погибнет. Стоит любопытному человеку сунуть в воду руку или ногу, и он тут же ощущает сильное жжение, после чего отдергивает конечность. Химики, сделавшие анализ содержимого озера, были немало удивлены. Вода озера смерти в довольно большой концентрации содержит серную кислоту. По этому поводу учеными было выдвинуто несколько гипотез, например, что озеро растворяет какие-то неизвестные породы и за счет этого обогащается кислотами. Однако исследования подтвердили другую версию. Оказалось, что в озере смерти выбрасывают концентрированную серную кислоту два источника, находящиеся на его дне. В Алжире, близ города Сидибель-Абес, есть природное озеро, наполненное настоящими чернилами. Понятно, что в водоеме нет ни рыб, ни растений, поскольку чернила ядовиты и годятся лишь для того, чтобы ими писать. Долгое время люди не могли понять, каким образом возникает столь необычное для водоема вещество. И вот недавно ученые наконец-то выяснили причину этого феномена. В одной из рек, впадающих в озеро, содержится огромное количество растворенных солей железа, а в другой всевозможные органические соединения, многие из которых позаимствованы из расположенных в речной долине торфяных болот. Сливаясь вместе в озерную котловину, потоки взаимодействуют друг с другом и в ходе постоянно происходящих химических реакций образуются чернила. Некоторые из местных жителей считают черное озеро дьявольской затеей, другие, наоборот, стараются извлечь из него пользу. Поэтому и названий у него с полдюжины среди наиболее известных око дьявола, черное озеро и чернильница. Ну, а чернила из него продаются в магазинах канцелярских принадлежностей не только в Алжире, но и во многих других странах. Лед слезы льет. Обычно в Антарктике наблюдается стабильное равновесие. Выпавший снег под тяжестью собственного веса спрессовывается в лед. Огромные массы льда медленно соскальзывают с Антарктических гор в сторону океана, проползая со скоростью 10 метров в год. Возле воды застывшие глыбы разламываются, от них отделяются огромные айсберги. Однако так бывает не всегда и не везде. На фотографиях, сделанных спутниками, в западной части Антарктиды были обнаружены реки изо льда. Эти ледовые потоки движутся в 50 раз быстрее, чем остальной лед. Всего за сутки они перемещаются на целый метр. Ширина некоторых ледовых рек достигает полусотни километров, а глубина одного километра. По сравнению с ними Нил или Амазонка покажутся ручейками. Как повлияет на эти реки парниковый эффект? Ученые пока теряются в догадках, хотя все отчетливее вырисовывается мрачный сценарий. Вполне возможно, что эти реки будут вовлекать в свое движение глыбы льда, расположенные пока что по их берегам. Так, постепенно расширяясь, эти реки заполнят весь континент. В океан соскользнет столько льда, что уровень его поднимется на 6 метров. Подобные катастрофические изменения могут произойти отнюдь не за тысячелетия, а за каких-нибудь 60-70 лет в срок соизмеримый с человеческой жизнью, опасается глициолог Ричард Алей из Пенсильванского университета. Вот тут и придет пора попрощаться с портовыми городами, знаменитыми мегаполисами из старой доброй Голландии. Начнется величайшее переселение народов. Половина жителей Земли будет вынуждена покинуть районы, уходящие под воду. Впрочем, все может пойти по-другому. Антарктические реки ведут себя очень своенравно. Некоторые из них внезапно, без всякой видимой причины, застывают. «Почему?» «Мы не знаем даже, почему эти реки текут», говорит глициолог Уильям Харрисон из Фербенкского университета, Аляска, США. «И уж тем более не понимаем, почему они останавливаются». Поляна, где нарушаются законы гравитации. В Калифорнии, неподалеку от города Санта-Крус, есть удивительное место, существование которого трудно поверить, даже увидев его собственными глазами. Небольшая поляна, о которой идет речь, расположена на склоне пологого холма, заросшего огромными эвкалиптами. На протяжении десятилетий в Санта-Крус устремляются толпы туристов, потому что на этой поляне происходят загадочные вещи, или, как принято говорить, аномальные явления. Приближение к этой зоне ощущается людьми издалека. Начинает учащенно биться сердце, а возникает состояние легкой эйфории. Все это можно было бы отнести на счет небольшого подъема, который приходится преодолевать, чтобы взглянуть на аномальную поляну. Однако существуют реалии, которыми пренебречь невозможно. Рядом с городом Санта-Крус действительно расположилось уникальное место, поражающее воображение любого человека. У границы аномальной зоны на земле лежит двухметровая бетонная балка. Один ее конец находится за пределами поляны, то есть на обычной территории, а другой расположился в зоне действия таинственных сил, гид, обычно сопровождающий туристов, вытаскивает из сумки специальный прибор, благодаря которому можно убедиться в том, что балка лежит горизонтально. После этого он предлагает двум желающим приблизительно одинакового роста из числа участников группы встать на ее противоположные концы. И тут все присутствующие замечают, что человек, стоящий на конце балки, расположенном в аномальной зоне, выглядит гораздо ниже своего напарника. После этого испытуемые меняются местами, и все повторяется. Человек, оказавшийся в зоне, становится ниже ростом. Загадочную поляну неподалеку от Санта-Круз обнаружил 60 лет назад Джондж Прейзер. Врач, к которому он обратился по поводу головных болей, назначил ему прогулки на свежем воздухе. И вот однажды, гуляя в окрестностях города, Прейзер почувствовал вдруг, что на полянке, затерявшейся среди зарослей эвкалипта, он чувствует себя как-то особенно легко. Джордж стал приходить туда ежедневно и вскоре избавился от головных болей. Обрадовавшись, он соорудил на поляне хижину и поселился в ней. Эта хижина стоит там и поныне. Правда, крыша уже провалилась, а стены сильно перекошены. Люди, пытающиеся приблизиться к строению, чувствуют странное давление. Им кажется, что на их пути встает невидимая упругая стена, преодолеть которую довольно сложно. Приходится сильно наклоняться вперед и двигаться с видимым усилием, как против ветра. Замечено, что компас, принесенный на поляну, начинает вести себя очень странно. Он правильно показывает стороны света лишь на метровой высоте. Но если его опустить пониже, стрелка начинает бешено вращаться. На поляне с наклоном к ее центру установлен деревянный желоб около пяти метров длиной. Если с силой пустить по желобу тяжелый металлический шар, он едва ли проделает половину пути. На середине шар останавливается, а затем наращивая скорость катится обратно. Так же странно ведут себя на поляне и неметаллические предметы. В центре же хижины, построенной Джорджем Прейзером, раз в неделю на исходе дня, обычно по вторникам, на несколько секунд возникают условия, имитирующие невесомость. Люди, оказавшиеся там в это время, неожиданно взмывают к потолку. Кстати, в России, неподалеку от Красноярска, есть скала Красный Гребень, на которой фиксировались похожие гравитационные аномалии. Житель Ангарска Антраков оказался в тех местах летом 77-го года. Поднявшись на Красный Гребень, я остановился, залюбовавшись открывшимся видом каньона Базанх, рассказал он журналистам через некоторое время. На скале было еще трое ребят лет 12. Вдруг какая-то сила сдавила мне голову, сковала руки, ноги, оторвала меня от земли, подняла в воздух и понесла в сторону обрыва. Я понял, что сейчас упаду на дно ущелья и разобьюсь. Меня захлестнул ужас, тотчас загадочная сила ослабила хватку, и я грохнулся на склон с высоты трех метров. Ушибся, но не очень. Поднялся и пошел вниз, чтобы больше не испытывать судьбу. Впереди меня со всех ног в страхе убегали пацаны. Через два года я шел по дну того самого каньона. Вокруг не было ни одного человека. И вдруг я получил такой сильный толчок в грудь, что упал на спину. Я сразу же понял, что еще раз столкнулся с той же таинственной силой, что когда-то подняла меня в воздух. Нечто подобное происходит и на поляне в районе города Санта-Крус. Люди, оказывающиеся там в определенное время, смогли убедиться в неожиданном проявлении гравитационной аномалии. Гиды получают особенное удовольствие, наблюдая за тем, как туристы, рассуждающие о том, что такого не может быть, вдруг оказываются сбитыми с ног неведомой силой или же, беспомощно размахивая руками и ногами, взлетают под потолок старой хижины. Один из гидов, Билл Хопкинс, отработавший в аномальной зоне уже около 30 лет, рассказывает, что многие туристы, наслышанные о здешних чудесах, приезжают с различными приборами. Один японец, например, привез лазерный излучатель. Включив его, он с удивлением обнаружил, что в эпицентре зоны лазерный луч, идущий строго горизонтально, вдруг отклонился вниз. Вызывают удивление несколько деревьев, растущих на поляне. Их стволы имеют винтообразную форму. Исследователи аномальных явлений предполагают, что такая форма стволов обусловлена необычным расположением силовых линий магнитных и электрических полей. К сожалению, несмотря на то, что осуществование аномальной зоны известно вот уже более 60 лет, она до сих пор не стала предметом серьезных научных исследований. Власти города Санта-Круз предпочитают использовать ее как приманку для туристов, интересующихся таинственными территориями на нашей планете. Кровь с небес Жутко это было зрелище, когда вместо обычного дождя с неба лился зловещий поток, красный как кровь. Такие кровавые дожди бывали в истории сотни раз и в седой древности, и в более близкие к нам времена, пишет историк аномальных явлений Черненко. Древнегреческий историк и писатель Плутарх рассказывал о кровавых дождях, выпадавших после больших сражений с германскими племенами. Он был уверен, что кровавые испарения с поля битвы пропитывали воздух и окрашивали обыкновенные капли воды в кроваво-красный цвет. В 582 году кровавый дождь выпал в Париже. Многим людям кровь так перепачкала платье, писал очевидец, что они с отвращением сбрасывали его с себя. В 1571 году пролился красный дождь в Голландии. Шел он почти целую ночь и был таким обильным, что затопил местность на протяжении десятка километров. Все дома, деревья, заборы стали красными. Жители тех мест собирали дождевую кровь ведрами и объясняли необыкновенное явление тем, что это поднялся к облакам пар крови убитых быков. Кровавые дожди зафиксировала французская академия наук. В ее научных мемуарах записано 17 марта 1669 года на город Шатильон на реке Сени выпала загадочная тяжелая вязкая жидкость, похожая на кровь, но с резким неприятным запахом. Большие капли ее висели на крышах, стенах и окнах домов. Академики долго ломали голову в попытках объяснить случившееся и наконец решили, что жидкость образовалась в гнилых водах какого-нибудь болота и вихрем была занесена на небо. В 1689 году кровавый дождь шел в Венеции, в 1744 в Генуе. У генуэстцев красный дождь вызвал настоящую панику. По этому поводу один из ученых современников писал «То, что простой народ называет кровавым дождем, есть не что иное, как пары, окрашенные киноварью или красным мелом. Но когда с неба падет настоящая кровь, чего нельзя отрицать, то это, конечно, чудо, творимое волею Божией». Ранней весной 1813 года кровавый дождь вдруг пролился над неаполитанским королевством. Ученый того времени Сементини довольно подробно описал это событие, и мы теперь можем представить, как все происходило. «Сильный ветер уже двое суток дул с востока», писал Сементини, когда местные жители увидели приближающуюся со стороны моря густую тучу. В два часа пополудни ветер внезапно стих, но туча уже закрыла окрестные горы и начала заслонять солнце. Цвет ее, сначала бледно-розовый, стал огненно-красным. Скоро город погрузился в такой мрак, что в домах пришлось зажечь лампы. Народ, испуганный темнотой и цветом тучи, бросился в кафедральный собор молиться. Мрак все усиливался, а небо своим цветом напоминало раскаленное железо. Загремел гром. Грозный шум моря, хотя и отстоящего от города миль на шесть, еще более усилил страх жителей. И вдруг с неба полились потоки красной жидкости, которую одни принимали за кровь, а другие за расплавленный металл. К счастью, к вечеру воздух очистился, кровавый дождь прекратился, и народ успокоился. Бывало, что выпадали не только кровавые дожди, но и кровавый снег, как, например, во Франции в середине девятнадцатого века. Этот диковинный алый снег покрыл землю слоем в несколько сантиметров. Народ видел в кровавых дождях знамения и укор высших сил. Ученые же говорили, что вода становится похожей на кровь вследствие смешивания с красными пылинками минерального и органического происхождения. Сильные ветры могут перенести эти пылинки за тысячи километров и поднять на огромную высоту к дождевым облакам. Замечено, что кровавые дожди чаще всего шли весной и осенью. В девятнадцатом веке их было зарегистрировано около тридцати. Выпадали они, конечно, и в двадцатом веке, но их уже никто не боялся. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.